Если бы у фруктов был король, то гранат мог бы стать им по двум причинам. Во-первых, природа уже наградила его короной. А во-вторых, у него есть масса полезных свойств, о которых многие из нас даже не догадываются. Поверьте, взрыв здоровья от граната вам просто гарантирован. Например, он помогает снизить риск заболевания суставов, а также полезен тем, кто страдает от неприятного запаха изо рта и хочет быть без морщин как можно дольше. Сейчас узнаю все подробности, а также выясню, как полезнее есть гранат с косточками или без. И действительно ли гранат и гранатовый сок повышают уровень гемоглобина. Олег Евгеньевич Ирушкин, врач-эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук. Олег, здравствуйте. Здравствуйте. Я недавно выпила концентрированный свежевыжатый гранатовый сок, и у меня заболел живот. Что это было? Надо было пить не концентрированный сок, а разбавленный сок, потому что гранат содержит большое количество микроэлементов, витаминов, которых настолько много, что даже может завалить живот. Вот это была моя первая ошибка, не допускайте такой ошибки. Итак, давайте поговорим про пользу этого прекрасного фрукта. Конечно, гранат называют королем фруктов за счет изобилия витаминов, микроэлементов и, конечно же, антиоксидантов, которые необходимы для здоровья всего нашего организма. И девушкам будет особенно интересно, потому что гранат способствует улучшению синтеза коллагена и профилактики образования морщин. Вы правы, стало гораздо интереснее. Гранат содержит в себе два интересных вещества. Первое – это пуниколагин, и следующее – это пуниковую кислоту. Эти оба вещества обладают сильными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Кроме того, гранат содержит витамин С, который в свою очередь способствует синтезу в организме коллагена и профилактике образования морщин. А вот у меня есть мимические морщины. Если я начну усиленно есть гранат, они рассосутся? Морщины не рассосутся прямо глядя в зеркало, но будут способствовать профилактике образования новых морщин при регулярном употреблении гранатов. Так, прекрасно. Значит, первое полезное свойство граната – это защищает нашу кожу. Помогает ей дольше выглядеть молодой. Еще какие у него полезные свойства? Гранатов, особенно косточек граната и так называемого масла из гранатовых косточек – это то, что на нем содержит в себе ненасыщенные жирные кислоты, которые улучшают липидный обмен и выводят, снижают триглицериды в организме, которые являются одним из факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. То есть гранат нужно есть с косточками? Ну, просто в гранатовой косточке содержатся те самые более ненасыщенные жирные кислоты, которые обладают теми самыми уникальными свойствами снижения триглицеридов в организме. Прекрасная новость для ленивых гранат – едим с косточками. Так, чем еще он полезен? Я слышала, что он полезен для суставов. Вот, при заболевании суставов, например, артрите, и при так называемом хроническом вялотекущем воспалении, которое может быть и при избыточном весе ожирения, гранат будет способствовать как раз-таки снижению этого вялотекущего хронического воспаления благодаря обилию различных антиоксидантов в гранате. Я вот очень много занимаюсь спортом. У меня около 10 тренировок в неделю. Это очень здорово. Да, у меня прям иногда чувствуется, что устало тело. Гранат поможет мне восстановиться после тренировки? Гранат вы можете действительно включить в свой ежедневный рецепт благодаря обилию витамина С, который будет способствовать восстановлению вашего организма быстрее. О, класс спортсмены и те, у кого есть заболевания суставов. Гранат – это ваш фрукт. Кроме того, пуниковая кислота, которая содержится в гранате, обладает бактерицидным действием, которое способствует снижению микроорганизмов полости рта. Поэтому для тех людей, кто беспокоится о неприятном запахе изо рта, помимо зубной пасты, нам понадобится еще и гранат. То есть поели борща с чесноком и обязательно закусили десерт с гранатом. Главный вопрос. Все мое детство мне говорят, что гранат повышает гемоглобит. Но когда я начала работать с диетологами, они говорят, что это не так. Сам по себе гранат не повышает гемоглобин. Но гранат содержит в себе витамин С, который улучшает всасывание железа. Поэтому лучшим вариантом употребления, например, мяса, которое богато гемоглобином, которое повышает гемоглобин и богато железом, будет гранатовым соусом. Прекрасный рецепт. Итак, чтобы ваш гемоглобин был в норме, ешьте красное мясо с гранатом. Кому гранат может быть вреден? Гранатовый сок нежелательно пить в концентрированном виде людям, у которых имеется заболевание полости рта, у которых беспокоятся о своей эмали. И для тех людей, у которых имеется гастрит, лучшим вариантом будет пить гранатовый сок, разведенный водой. Меньше витаминов и микроэлементов от этого вы не получите. Но, по крайней мере, сбережете здоровье своего желудка и, конечно же, эмали. Важно еще и помнить, что гранатовый сок может способствовать снижению артериального давления. Поэтому нужно быть аккуратным тем, у кого имеется гипотония. Ой, это я. Значит, буду осторожнее. Обычно говорят, что фрукты лучше есть вот в таком виде, да? То есть сок менее полезен, чем сам фрукт. Ну, конечно, действительно, это касается всех фруктов и гранатов в том числе, что лучшим вариантом будет есть фрукты в свежем виде. Потому что чем менее обработан продукт, тем больше в нем содержится и витаминов, микроэлементов, и клетчатки. Это прекрасный фрукт гранат. Я, поскольку очень ленивая, я заметила, что мне гранат уже почистили. Смотрите, оп, я это съем. Вот такого стаканчика в день мне будет достаточно или, может, даже поменьше? Да, такого стаканчика будет вполне достаточно для вашей дневной нормы, как получение порции фруктов. Его каждый день есть? Есть. Король фруктов гранат. Но есть еще многообразие фруктов, которые нужно, тоже есть. Что ж, спасибо вам огромное, Олег. Отдавайте мой стаканчик. Делиться я им не собираюсь. Ешьте гранат и будьте здоровы. Пока-пока.